Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Константин Катанаев, победитель международных и всероссийских соревнований, и Сергей Юткин, президент Федерации Восточного Боевого Единоборства на Рязанской области. Здравствуйте, мужчины! Ну и, наверное, Константин, к тебе все-таки первый вопрос. Я вижу всю эту красоту у нас на столе, столько медалей. Расскажи, наверное, о крайней твоей победе. Где проходили соревнования? Что за соревнования? Крайние соревнования мои были в Владимирской области. Там я участвовал, получается, в пяти категориях. Одна из них была категория 18-20 лет ката, 16-17 лет ката, 14 лет ката, потом 14 лет кумите и 14-15 лет командное кумите. Я там занял четыре первых места. Одно второе и одно третье. Насколько сложно было? Соревнования на самом деле были не очень сложные, потому что на самом деле уровень был не очень высок, потому что основная часть соперников уехала в Московскую область. Ну, Константин имеет в виду, что у нас самые сложные соревнования проходят в Москве два раза в год. Это чемпионат и Кубок России. И вот как раз в октябре и в марте, когда Константин выступал, наша команда выступала очень достойно. Попала в десятку сильнейших регионов из 41 команды. И вот Константин с другими ребятами как раз тогда тоже занял первые, третьи места. Вы гордитесь своим подопечным? Однозначно. Не только им, но и, конечно, всеми моими учениками. Но Костя у нас отдельно часто приносит больше медалей. Кость, сколько тебе лет и как давно ты занимаешься? Мне 14 лет и я занимаюсь около 9 лет. А как вообще тебе такое пришло в голову или как так получилось, что ты пошел заниматься боевыми единоборствами? Я не знаю, как это получилось. Меня бабушка сюда привела, так скажем. Потому что я не знала, что будет. Как-то было маленько даже страшно. Но в будущем мне все понравилось и стал заниматься. Уже так более, так сказать, усиленно. То есть теперь это неотъемлемая часть твоей жизни? Вот скажи, вот чему это в жизни учат? Как думаешь? Это дисциплинирует человек, помогает ему также в физической форме. Это поддерживает твой дух. Ну и если что, то можешь там постоять за себя или за свою девушку. Сергей, вот скажите, пожалуйста, вот у вас много подопечных, да, вот Константин здесь с вами присутствует. Как вообще вот вы переживаете за них всегда? Учите их? Как это происходит? Насколько? Ну это семья, наверное, уже, да? В какой-то степени. Я тоже ближе семьи. Я вот своих учеников вижу чаще, чем свою дочь. И родителей своих учеников вижу чаще, чем жену. Поэтому здесь очень близкие отношения. И когда дети приходят с самого маленького возраста, вот Константин затронул вопрос, что он пришел в 6 лет, конечно, сложности первоначальные с привыканием к дисциплине. Но когда дети уже понимают, куда попали, когда родители принимают это все, вид спорта, вот это расписание, тогда, конечно же, совсем другие взаимоотношения появляются. Вот Константин затронул вопрос, что дисциплинирует. На самом деле, расписание иногда бывает такое, что в месяц 2-3 соревнования выездных. Или в Рязани, или в выездных. И если учиться, ну, как попало, то просто уже и ни на соревнования, ни на учебу не получится. Ни сил, ни времени. Поэтому, ребята, у меня все хорошисты, отличники. Никогда не было вопросов с директорами о поездках. Вот как бы один из этих аспектов. А вот расскажи о каких-нибудь самых, может быть, за последнее время запоминающихся соревнованиях, о каком-нибудь запоминающемся поединке. Самое, я считаю, важное соревнование в моей жизни, это был чемпионат мира в Японии, в Токио. Это когда было? Это было в 2014 году. Это был очень высокий уровень, потому что там японцы, они как ведь самые родоначальники считаются. Вот, и попасть, я вот попала в первую кругу с японцем, да, я проиграл, но очень большой, так сказать, поймал кайф, очень большой кайф. И это меня дальше сейчас вот движет. А вот скажи, а есть у тебя какой-то эталон? На кого ты равняешься? Да, на кого ты равняешься? На самого себя. Здорово. Ну вот скажите мне, Сергей, пожалуйста, насколько вообще боевые единоборства развиваются в нашем городе? Насколько пользуются популярностью? Да, насколько вот много детей идут сейчас в спорт, вот в частности в восточные боевые единоборства? Ну, Рязанская область, я могу сразу отметить, что имеет очень богатую историю на боевые единоборства. И если мы даже сразу историю копнем, наша Рязань всегда стояла на рубеже, и первые, кто нападал со стороны Востока, попадали на Рязань. Поэтому Рязань всегда славилась своими воинами, ну и в дальнейшем бойцами, спортсменами. В нашем виде спорта много хороших спортсменов, достаточно много выступает, занимается и в Рязани. Есть несколько центров, это у нас Скопин, есть в Новомичуринске, тренеры, которые работают достаточно успешно, это международные соревнования и результаты, естественно, там. Ну и, конечно, Рязань. Ну и отдельно хочется сказать, что все-таки нас не оставляет наше руководство, Министерство спорта и городское управление. Есть поддержка, отдельное им спасибо. Спасибо. Ну а все-таки основная, конечно, нагрузка ложится на плечи родителей. Это и временная нагрузка ездить на соревнования, но бывает и дополнительные финансовые растраты. Ну, ощущение победы, ощущение соревнований, участия, оно же того стоит, вот как ты считаешь? Оно стоит всех вот этих потраченных усилий, там, может быть, не высыпание каких-то там по ночам, да, усиленная учеба в школе. Конечно же стоит, потому что вот многие, допустим, люди, они живут, ходят в школу, там, может, на какие-нибудь клубы там ходят, там занимаются, непонятно чем. А вот если ты вот занимаешься более профессионально, у тебя просто появляется уже цель в жизни. Ты понимаешь, кем ты хочешь стать, чему ты хочешь дальше вот… Заниматься. Да, ну чем вот… Посветить время. Да, вот что вот такое вот у тебя самое важное в жизни? Ну, дополняя Константина, могу сказать, что дети, которые занимаются спортом, любым спортом, но я говорю про наш вид спорта отдельно, они отличаются от других сверстников, которые ничем не занимаются. Это, конечно, как мы сказали, дисциплина, собранность, но в то же время это более взрослые отношения к жизни. Дети, которые познали и радость победы, но, к сожалению, бывает и огорчение, они уже более приспособлены к взрослой жизни. Как говорится, за одного битва двух небитых дают, поэтому наши мальчики и девочки достаточно… Девочки, кстати, тоже есть. Тоже есть. И причем очень успешно выступают. И в зависимости от распространенного мнения, что девочкам не стоит заниматься, могу сразу сказать, что девчонки у нас очень красивые. Боевые. Боевые, характерные. И это никак не влияет на их здоровье, в том плане, что многие говорят, что чуть ли не катастрофически влияет. Ничего подобного. Спорт – это жизнь. Однозначно. И вот ближайшие планы какие спортивные? Впереди у нас чемпионат России. На чемпионате России наша задача пробиться в пятерку сильнейших команд России. А летом, в августе, в Ирландии, в городе Дублин, будет чемпионат и первенство мира, где вот наши как раз спортсмены, в том числе и Константин. Вот сначала в марте будем биться за выход, поездку туда, а там уже будем биться за честь России. Ну что ж, удачи вам и спортивных побед так держать. Спасибо. Телезрителям нашим напомню, в гостях у меня сегодня были Сергей Юткин, президент Федерации Восточного боевого единоборства Рязанской области, и Константин Катанаев, победитель международных и всероссийских соревнований. Это программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова